Мы не испытываем недостатка в комментариях, а вот теперь вам, как человеку, профессионалу из этой среды, вам что бросается в глаза? Соответствуют ли эти дебаты классическим канонам дебатов? Я, к сожалению, не помню дебаты 2005 года, возможно, я их не смотрел, потому что работал в штабе одного из кандидатов, Алихана Байменова тогда, и была очень большая загрузка, но оказывается, были дебаты в 2005 году, а вот в 2016 году это уже были дебаты во время парламентских выборов, я посмотрел, но в принципе, эти дебаты соответствуют уровню наших выборов и уровню наших кандидатов, я бы так сказал. Сделали, скажем, мы шаг вперед с этими дебатами, либо же мы остаемся на уровне 2005 или 2016? Есть прогресс? Продвинули эти дебаты, скажем, нашу политическую культуру вперед? Как вы думаете? Ну, я вот тесно взаимодействую с Амиржаном Касановым, например, в силу личных обстоятельств и в силу того, что мы вместе с ним были в Республиканской народной партии Казахстана, вот когда мы были с ним там. Даже представить себе не могли, что кого-то из нас или других наших коллег-напардийцев могли бы пригласить на республиканское телевидение, в лучшем случае там какая-то небольшая передача на 31 канале и все, собственно говоря. Здесь, когда Амиржану Касанову дают возможность высказать свою позицию, пусть даже там по социально-экономическим вопросам на республиканском канале Хабар, это шаг вперед, на мой взгляд. Амиржан